Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые памяти которых празднует Святая Православная Церковь Молите Бога о нас! Сегодня мы поговорим о настоящих и о фейковых православных. Не мы придумали настоящих православных, не мы придумали фейковых православных, нас самих называют фейковыми, но при этом не могут объяснить, кто такие настоящие. А тему нам задал поп-блогер по имени Владимир Панарин, известный в интернете под ником поп-блогер. Меня попросили ответить на такой вопрос. Пишет человек, раньше ходил в клуб ночной, там друзья, знакомые, потом всем этим присытился, пришел в храм, стал в храм ходить, и думал здесь найти настоящих верующих, таких же, как сам человек. Но его добавили в какой-то чат православный, там чат знакомств православных. Те же самые люди, то есть то же самое обсуждают, ругаются, говорят о всяких вещах далеких от церкви. Человек вышел из этого чата и спрашивает, а где найти настоящих, не фейковых православных, не искусственных православных людей? Где познакомиться с такой молодежью? И на это я хочу сказать следующее, что человек, когда присытится вот этой горечью греха и приходит в храм, он попадает в совершенно другой мир. Ну вот мы батюшку послушали, а дальше батюшка просто льет святую воду, то есть говорит абсолютно правильные слова, но не сообщает ничего конкретного. Выражение «лить святую воду» означает говорить правильно и по-православному, но ни о чем конкретном. По аналогии с водой, которую льет преподаватель на лекции в институте. А теперь мы, обычные блогеры, ответим четко и однозначно на вопрос, на который не смог дать четкий ответ поп-блогер, потому что вопрос был задан не про религию, а про общество, не про вероучение разных конфессий, а про социальные группы. Социальная группа – это объединение людей, имеющих общий значимый социальный признак, на котором основано их участие в чем-то общественном. В данной ситуации этот социально значимый признак связан с деятельностью религиозной организации по имени РПЦ. Поэтому, отвечая на вопрос прихожанина, надо не философствовать про мораль, нравственность, религиозную экзальтацию, как это делает поп-блогер, надо анализировать общественные явления, как это будем делать мы. Начнем с того, что прихожанин походил в ночные клубы, ему там надоело. Пошел в церковь и решил, что и в церкви все не так, все не так, как ему надо, именно ему надо. Тот, кто задал вопрос, что-то ищет, и у него в голове сформулированы образы настоящего православного и фейкового православного, и эти образы существуют только в его фантазиях. Или в фантазиях духовного руководителя этого прихожанина? Как раз нет, только в его фантазиях, потому что фантазии духовного руководителя могут быть совсем другие. Вот как произошло, скорее всего. Этот молодой человек купил в церковной лавке душеполезную книжку из цикла «Свято-отеческое предание», в которой настоятель средневекового монастыря получает монахов этого средневекового монастыря, и жизнь и мировоззрение тех, про кого написано в душеполезной книжке, очень сильно отличается от жизни и мировоззрения того, кто эту книжку читает. То есть фантазии про настоящих и фейковых православных будут определяться степенью знания жизни в средневековье? Точнее, степенью незнания жизни в средневековье в целом и в монастыре, в котором происходят события в частности. А мы будем рассказывать про настоящих и фейковых православных на основании анализа общественных процессов, которые происходят прямо сейчас у нас перед глазами. Раньше было все проще. Раньше это в те времена, когда писались эти душевно полезные книжки в этих самых средневековых монастырях. У людей не было такой свободы передвижения и такой свободы получения информации. Иной вере было просто негде научиться. Поэтому настоящие православные – это те, кто живут рядом с тобой, с кем вы крещены в одной церкви, с кем вы мазаны одним миром, и над вами один православный царь. А всех ненастоящих православных видно по их немецким рожам, по их польским рожам, по их татарским рожам, ну и, конечно же, по их еврейским рожам. Ну, а в случае, если кто-то незнакомый вдруг появился, и его рожа на русскую не похожа, то доказательство одно. Ну, вот тебе крест! Сейчас общество стало более сложным, потому что больше свободы, перемещения и источников информации. Лично мы выделим три вида настоящих православных, для которых есть четкие определения. Кто-то, может быть, выделит даже больше, чем три вида, если будет анализировать наше общество по каким-то другим критериям. Есть православные по религии, есть православные по субкультуре, есть православные по месту работы. Иногда все эти три вида православности могут присутствовать не только в одном храме, но даже в одном человеке. Ну, вот, например, религия – это система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественное. Поэтому настоящие православные по религии – это те, у кого представление о сверхъестественном, то есть в первую очередь о божестве, о загробной жизни, не противоречат догматам религии по имени православное христианство. Чтобы взгляды не противоречили догматическому богословию, надо, как ни странно, это самое догматическое богословие – изучать. Иначе как можно соответствовать тому, что не знаешь? Но учиться – это тяжело, скучно, а главное – некогда и лениво. Поэтому большинство, ходящих в храм православные, не по религии, а именно по субкультуре. Субкультура – это часть общества, которое отличается своим поведением, своей одеждой, своими какими-то вкусами от преобладающего большинства. У тех, кто ходит в церковь, есть своя мода, всякие там платочки, длинные юбочки, свои интересы, типа ехать всю ночь в автобусе, чтобы потом 4 часа отстоять на ногах в храме, нацеловать до блеска коробочки с косточками и тряпочками, искупаться в грязные лужи возле родника и испытать религиозный экстаз от всего этого. Плюс – типичное православное поведение. Если обычная женщина старается быть красивой и сексуальной, то православная – наоборот, чем фрагиднее уродливей, тем благочестивей. Ну, православный мальчик он тоже, чем более грязный, неаккуратно одетый, чем больше грубый, чем больше глупый и чем больше подчиняется каким-то непонятным старцам, то он тоже тем благочестивей, значит, он трудник, значит, он паломник. А я благочестивая? Да сложно сказать. В крестном ходу выглядим очень благочестиво, когда перепачканные, грязные, пройдем 50 километров с рюкзаком, тогда очень благочестиво выглядим. А так по жизни. А так по жизни по-всякому. В интернете выглядим неблагочестиво, особенно когда красиво оденемся. А еще есть православие как по месту работы. Следовательно, те, кто обслуживает продукцию под брендом «Православная», «Монастырская» и саму религиозную организацию «РПЦ» тоже самые настоящие православные. То есть православные юристы, православное такси, торговцы на православных ярмарках. Там же работают обычные работяги, белые воротнички, синие воротнички, обычный офисный планктон. Они все тоже православные, но только по месту работы. Вот три типа самых настоящих православных. Слово «Православие» в настоящее время является аммонимом, то есть одно и то же звучание и написание. Ну а в одном случае это значение «религия», в другом случае это «субкультура», в третьем случае это «торговая морка». А теперь поговорим о самом интересном, о фейковых православных. Слово «фейк» означает подделка, фальшивка, обман, мошенничество. Поэтому фейковый православный это не тот, кто верит в реинкарнацию или астрологию, честный агностик или язычник, который ходит в храм, он прекрасно вписывается в православие как субкультура, но он не знает православной догматики и поэтому считает, что его мировоззрение это в общем-то и есть православное христианство. Здесь нет обмана, он совершенно честен перед собой и перед окружающими. А вот фейковый православный это когда в пятницу вечером чат на прямой эфир ютуб-канала Платочек придет пранкер под ником «Попблогер» или «Владимир Панарин» и начнет рассказывать о том, что со своей попадьёй ему секс не нравится и его возбуждают мальчики, которые ему подают козила. А потом на прямой эфир ютуб-канала «Попблогер» зайдет тот же пранкер под ником «Платочек» и будет рассказывать о том, как Коля и Лена друг другу изменяют и собираются разводиться. Вот это и будут фейковые православные, потому что они обманывают, выдают себя за других людей. У нас на канале частенько появляется фейковая сатанистка Астра из Одессы. Такой же ник, такая же аватарка, как у настоящей. Сразу не отличить, хотя мы уже натренировались их различать. А с настоящей сатанисткой Астрой из Одессы у нас была хорошая коллаборация, отлично поговорили о жизни, о религии, о субкультуре. А фейковая, она какие-то гадости постоянно говорит. Ну да. А ведь вопрос шире, не только, где настоящие и где фейковые православные, но и почему православные себя ведут хуже атеистов. И человек, немножко успокоившись от вот этой первой эйфории, начинает вокруг себя оглядываться, и здесь его ждет разочарование, потому что здесь в православной среде действительно люди порою ведут себя хуже, чем атеисты, чем богоборцы. И один мой друг рассказывал, он говорит, я хожу в многие фирмы, помогаю с бухгалтерской программой, и вот столько злости, ненависти и ссор, сколько в православных приходах, я нигде не наблюдаю. да, полностью эти слова я поддерживаю, я сам компьютерщик, и обслуживаю один из бухгалтерий, кучу церковных компьютеров настроил, в разных обычных организациях бывал, да, конечно, до чего же токсичные коллективы трудовые на приходах, не хотел бы я там работать, тем более на полную занятость. Фейки это очень плохо, но в православной среде люди ведут себя хуже, чем атеисты, не потому, что они фейковые православные, хуже, чем атеисты ведут себя, к сожалению, самые настоящие православные, которые и в храмах толпятся, иконочки целуют, и даже молятся, постятся и слушают радио Радонеж. Ну и радио Вера заодно. А в православной среде обитания люди ведут себя хуже атеистов по двум причинам. Во-первых, именно такие в этой среде остаются. Остальные там не задерживаются. Вот этот молодой человек добавился в православный чад, но он или сам оттуда сбежал, или его оттуда погнали, судя по тому, что батюшка говорит. Вот нас тоже регулярно банят на православных ресурсах. Да, почему-то. Да, непонятно за что. Во-вторых, эта самая православная среда делает людей такими. Можно даже рассказать, как, ну это слишком долго перечислять-то. И есть конкретные должностные лица, которые за это отвечают. И то, что творится в церкви, это результат организационно-управленческой работы этих самых должностных лиц. Ведь в других же организациях не так, как в РПЦ плохо, или в околоцерковных каких-то тусовках. Значит, можно сделать, чтобы было по-другому. Тогда почему в церкви не делают, чтобы было по-другому? Тут могут быть разные варианты. Их и так все устраивает, и зачем что-то менять. Они просто не умеют иначе. Им удобнее или выгоднее, чтобы было так, а не иначе. А может быть и все вместе, и не умеют, и не хотят, и это им все очень выгодно. Вот и все, что мы хотели сказать о настоящих и фейковых православных. Будем очень рады, если сам по-блогер поставит нам лайк или дизлайк и напишет комментарий. А мы рекомендуем также заходить на канал этого самого Попа блогера. Очень интересный батюшка, делает очень интересный контент. Ну, мы его регулярно сами смотрим. И даже сейчас вот записали на него реакцию. Надеемся, что батюшка на нас не обидится. А мы его очень любим. А на этом все. До свидания. Подписывайтесь на наш YouTube канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делайте репосты и заходите к нам по пятницам на прямой эфир с 9 вечера до поздней ночи. До свидания. Спасибо за внимание.